Принц Гарри и модель Флоренс Сент-Джордж в девичестве Бродинел Брюс некоторое время встречались в 2011 году. Несмотря на то, что влюбленные старались не афишировать свои отношения, избежать внимания прессы им не удалось. В одном из недавних интервью Флоренс вспомнила, что они противостоять назойливому интересу СМИ было очень тяжело. Девушка призналась, что просто не смогла примириться с таким образом жизни. Почти каждый день появлялись новые публикации о нас, моих школьных друзей допрашивали. А перед моей дверью стояли фотографы, такими были два месяца, что Гарри и Флоренс провели вместе, по словам последние. Я снимаю шляпу перед теми людьми, которые могут жить в таких условиях. Признаю, мне это оказалось не под силу. До этого модель два года встречалась с гонщиком Формулы-1 Дженсоном Батоном, который тоже был публичной фигурой, но не такой заметной, как его королевское высочество. Несмотря на то, что разрыв опечалил обоих молодых людей, Флоренс убеждена, что это было самым правильным решением. Она добавила, было грустно, но все-таки мне повезло, что отношения оказались недолговечными. По словам девушки, этот период ее жизни был связан с постоянной тревогой и страхом перед камерами. Через пару лет после расставания с Гарри модель вышла замуж за мультимиллионера Генри Сен-Джорджа. Сейчас они воспитывают двоих детей. Новые фото Кейт Мидлтон в окружении детей очаровали всех поклонников королевской семьи. Публикация в официальном инстаграм-аккаунте «Герцога и герцогини Кембриджски» сразу же собрала сотни положительных комментариев. Интернет-пользователи высоко оценили работу Кейт с подрастающим поколением. Ей даже придумали умилительное прозвище – детская принцесса. Администраторы фан-страницы «Герцога и герцогини Кембриджски» отметили. Кейт любит детей и делает все возможное, чтобы их жизнь стала лучше. Она их принцесса. Также супругу принца Уильяма сравнили с героиней сказки Роальда Далли Матильда по имени Мисс Ханни. И Кейт и Дженнифер Ханни, чья фамилия переводится как «мед», отлично ладят с детворой. И это взаимно. На одном из кадров ее королевское высочество угощает школьников свежим медом из ульев Анмер Холл. Фотографам удалось запечатлеть этот прелестный момент во время визита герцогини Кембриджской В. Сад дикой природы при Музее естественной истории в начале года. В рамках мероприятия Кейт ознакомилась с программами по вовлечению детей в занятия на свежем воздухе. Отметим, что публикация была приурочена ко Всемирному дню защиты детей, который празднуют 20 ноября. «Инвестируя в ребенка, вы в конечном счете инвестируете в здоровье и счастье общества в будущем», – такая подпись сопровождала карусель фотографий. По всей Великобритании и по всему миру тысячи благотворительных организаций работают над поддержкой детей из семей. Молодые люди творят великие дела, своим примером они вдохновляют нас и показывают, какую важную роль играет новое поколение в формировании будущего. Сотрудники обвиняют друг друга в издевательствах, расизме, гомофобии и пустой растрате денег. Герцогиня Сасекская является покровительницей Мэйю и даже предприняла секретную поездку в приют для кошек и собак в январе прошлого года, прежде чем покинуть Великобританию и отправиться в Канаду. При этом Мэган часто говорит о важности разнообразия и психического благополучия и хвалит Мэйю за приверженность благополучию животных и благополучию сообщества. Но специалисты по уходу за домашними животными в Мэйхе Уэс теперь дерутся как кошки с собаками, после претензий о потраченных в пустую деньгах. Падение стандартов ухода за животными и даже обвинений в издевательствах, расизме и гомофобии в адрес сотрудников. Сейчас само будущее Мэйю предупреждают боссы организации, может оказаться под угрозой. Один бывший сотрудник Мэйю сказал Daily Mail. Скоро организация докатится до того, что на деньги благотворителей они будут оплачивать работу четверых сотрудников, которые будут фактически заботиться обо всех животных. Это просто удар по зубам. Разоблачитель также утверждает, что один высокопоставленный сотрудник называл младшего работника женщину с азиатскими корнями узкоглазой. А также издевался над рассказами мужчины нетрадиционной ориентации о его мужа и над парой женщин нетрадиционной ориентации, которые говорили о своих планах обзавестись ребенком. Кроме того, этот человек провокационно заказывал стейк перед веганами и вегетарианцами на рабочих общественных мероприятиях. Волонтер Джуди Степлтон, которая помогала Мэйю в течение семи лет, утверждает, что подобные издевательства заставили уволиться многих ключевых работников. Она добавила, атмосфера в Мэйю очень грустная. Почему они избавляются от этих преданных своему делу сотрудников? Я думаю, что есть элемент того, что Мэйю попадает в ловушку в поисках знаменитостей и покровителей вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы быть небольшой благотворительной организацией местного сообщества. Мэйю, основанная в 1886 году, находит новых хозяев для бездомных собак и кошек и управляет клиникой для животных в Кенсалгрин. Представитель благотворительной организации Мэйю заявил, что она провела необходимую реструктуризацию, и добавил. Любая забастовка персонала значительно повлияет на способность благотворительной организации заботиться и лечить больных животных. Мы опровергаем все обвинения в том, что мы плохо заботимся о животных, попавших к нам под опеку. Многие ждали этот королевский выход и гадали, чем удивит публику Кейт Миддлтон, которая в последнее время все чаще радует своих поклонников великолепными нарядами. А заодно и хидно усмехались. Королевская пара должна появиться в Альберт Холли буквально за несколько часов до того, как Мэган Маркл в США будет разливаться в очередной порции откровений на телешоу Эленди Дженериса и Пророчили. Кейт украдет успеху Мэган. Так и получилось. Я уже писала о том, что жду нового появления герцогов кембриджских на знаковом мероприятии в Альберт Холли и хочу увидеть, какой наряд выберет Кейт Миддлтон. Герцог и герцогиня Кембриджски намеревались посетить королевское эстрадное представление в Альберт Холли в Лондоне в четверг вечером. В рамках мероприятия собирались деньги для благотворительной организации Royal White Charity. Королевское эстрадное представление в нынешнем году отмечает столетие покровительства со стороны правящего монарха, которое началось с короля Георга V в 1921 году, а также отмечает 150-летие королевского Альберт Холла. Мои подписчики, а также и британские СМИ писали, что герцогиня Кембриджская однозначно выберет платье, в котором она и ранее выходила в свет. Кейт Дама Мудрая и не пойдет на благотворительный концерт в чем-то свежеприобретенном. Так и вышло. Но это не помешало Кейт блистать. Великолепное платье малахитового цвета, ты ж моя ящерка, ты ж моя медные горы хозяйка. В пол от Дженни Пакхем, отделанная стразами и блестками, герцогиня Кембриджская ранее в 2019 году надевала во время официального визита в Пакистан. Принц Уильям выбрал темно-синий бархатный смокинг. Между тем Меган Маркл выглядела абсолютно странно, согласившись на съемки в стрит-шоу, где она то пила острые соусы из детской бутылочки, то позировала с ушками. Но об этом я напишу позже после того, как переварю вот это вот все, но как вам наряд Кейт? Впечатлила? Обсудим в комментариях. В этот четверг на экраны выйдет очередной эпизод шоу Эленда Дженерис. Выпуск обещает быть запоминающимся, поскольку в этот раз перед зрителями предстанет сама герцогиня Сасекская. Оказалось, что Меган и Элен приятельницы, а с недавних пор еще и соседки. Уже сейчас доступен небольшой отрывок из интервью, в котором Маркл вспоминает о временах, когда была актрисой. Жена принца Гарри также рассказала, что однажды уже была на студии Warner Bros., где снимают шоу. Охранники сказали мне, ни пуха, ни пера. В этот раз все иначе, поделилась герцогиня. Да Дженерис предположила, что работники студии, должно быть, узнали важную гостью. В ответ Меган парировала. Думаю, они всех так встречают. Вот какие они милые. Кроме того, она рассказала забавную историю о своем стареньком автомобиле, который жил своей жизнью. По словам Маркл, дверь со стороны водителя не открывалась, и ей приходилось забираться внутрь через багажник. Елен и Меган познакомились много лет назад, когда случайно встретились в приюте для собак. Так завязалась их дружба. Да Дженерис посещала Сасекских в Великобритании и даже присматривала за четырехмесячным Арчи. Ведущая также защитила пару после того, как их раскритиковали за использование частных самолетов во время европейского тура в 2019 году. Елен написал в Твиттере, представьте, что на вас нападают за все, в то время как вы лишь пытаетесь сделать мир лучше.